Потом спрашивает, Арландзор? Я говорю, он шесть лет уже как умер. Она говорит, а вы кто? Я говорю, а кто? Она говорит, ну вы-то хоть живы? Читая коротенький совсем-таки, есть лилизмы. Если от вас ушла жена, а вы не чувствуете печали, подождите, жена вернется, а с ней печаль. Если в салон самолета запустить пару пчел, время пути пролетит незаметно. Если гуляешь с женой, вы столкнулись с любовницей, лучше сделать вид, что впервые видите жену. Если ваши подчиненные довольны зарплатой, значит они воруют. Электричка от аэропорта до Мадеда до центра Москвы. По вагонам, по аппарате, тележку с газетами, книгами и хитрой льдой. Мужчина спрашивает, у Достоевского есть? Нету Достоевского. Чехов есть? Чехов кончился. А что здесь классики? Пиво Балтика классическое. Годится. Старый кофемолку выбросил, купил кофемолку новую. В магазине кофе молола, дома включил, тишина. Принес к ним, заменитель. Продавщица включает, работает. Дома втыкаю, молчит. Привел продавщицу домой. Включила, милит. У меня не работает. Осталось на ночь, работает. Пришлось жениться, без скоби жить не могу. Муху каким-то ветром занесло в туалет самолета. Так муха слетала до Парижа и в Москву обратно. До Бельборна, с пересадки во Франкфурте и обратно. За месяц не покидает туалета, облетелась и Мерша раза два. Под нам местным мухам рассказывал, что я-то поветала мир, дай Бог каждому. Побывали с женой в Лондоне. Вечером в ресторане нашли вступи муху. Я молча бы съел, а супруга бы взывает официанта и тычить ему в лицо этой мухы. Тот изменился, будто бы мух никогда не видал. И тут же нам зуб заменили, плюс по бокалу вина, да еще весь одет за чертеведей. На завтра мы пошли в ресторан со своей мухой. Запустили ее в куриный бульон. Результат опять ничего нам не стоил. Вечером в этих отелях цветы. Вот так красиво жили в Лондоне, фактически на три будни в день. Впереди, впереди повесилась Гарина Самарокова. При смертной записке было написано, не смогла пережить, что в третьем классе не дала себя поцеловать Вове Путину. Девочки, с первого класса целуйтесь со всеми подряд. Неизвестно, кто станет кем будущем. Я когда учился в технологии, я кончал технологический институт, по институту хотела такая замечательная байка. Значит, при сзади метро последняя электричка пустой в окон. Сидит человечек, читает газету, никого не трогает. На остановке входит староведный, поддает и детина. И перебирая руку по повышню, зависает над этим человечком и начинает измываться. Щелбан даст, на дому наступит газетка, щепанет. Тот съеживается, ждет, когда же этот кошмар кончится, объявляет, скажем, электросила. Детина последний раз дает щелбан, идет в дверях. И перед тем, как дверь его голоса хлопывается, маленький вскакивает, дает ему на бой подзад, и двери закрываются. Детина там, этот здесь. Голос подразделяется, и поезд дальше не пойдет, просто забыть в окон. Вы этим рейсом на Гамбург летите? Возьмите пакетик, вас встретят. А что там? Наркотики. Ну, посмеялись. В Гамбурге на таможне пакетик проверили. И правда, кокаин. Никому нельзя верить. Пожилая актриса смотрит, по телевизору ставит фильм, где она молодая. Ничего со мной года не делает. Такая же страшная, как и была. Супружеская гармония. Она его ни о чем не просит, а он и ни в чем не отказывает. Наследники никак не могли разделить подсекшие их горе. В моей смерти прошу никого не видеть, кроме из бизнеса и 140 фамилий. Вы не подскажете, Нобелевская премия, это сколько в рублях? Миллион долларов, а правда что? Ну, хочу знать, есть ли смысл руку родоваться. Перед фотоаппаратом детишки всегда улыбаются. Они верят, что вылетит птичка. Взрослые знают, никакая птичка ниоткуда не вылетит. Поэтому лица на фотографии безнадежные. Японцы придумали фотоаппарат с вылетающей птичкой. Наши довели его до ума. Кто не улыбнулся, птичка того клюет в лоб. Поэтому на фото у всех ног и ушей, а в глазах слезы. Триднадцатилетняя девочка вернулась в город с дачи. Вертельце у зеркала, из зубленного разглядного вытянувшись из-за лета ноги, округлившийся грудь. Бабушка, посмотри, как все изменилось. Что это со мной, а? Стареешь, внученька, стареешь. На брюне у врача. Откройте рот. Да. Что там, доктор? Не нравится мне ваш язык. Вот не нравится. Что-то серьезное? Не ваше дело. Раздейтесь. Ого! Это лечится? Не нравится мне ваша спина, дорогая. Вот не нравится. И послоножники, ноги ваши не нравятся. Говорите с лицом. О, Господи! Жить буду, доктор. Запомните, по понедельникам с утра мне никто не нравится. Следующий. Старая шутка, разговор ночью в поезде отец Селенинград. Слушайте, вы заканчиваете и фокусом. На что вы, люди, спать не даете? Всю ночь. Мне же без песни. Мне же без песни. Мне же без песни. А что было делать на моей месте за ночь ребеночек ни разу долго не сходил? О, нет. А я уже 30-й раз бегаю. Ну и то, что очевидно, когда-то выйдет на моей могилной плите, это ушло в народ три стадии возраста. Первая стадия. Всю ночь гуляешь, пьешь, терпишь, что делаешь, и утром у тебя ничего не видят. Вторая стадия. Всю ночь гуляешь, пьешь, черти чем занимаешься, и утром у тебя все это видно. И, наконец, наступает третья стадия. Всю ночь спишь, не гуляешь, не пьешь, ничем вообще не занимаешься. А утром у тебя такой вид, вот ты в этот всю ночь гулял, пил, чертно чем занимался. Я желаю вам всем, чтобы третья стадия наступила как можно позже. Спасибо.